всем здравствуйте друзья вот сегодня хорошая ясная морозная погода хозяин уже всех коровок накормил а я только вышла глянуть как они призем переночевали эту морозную ночь да стога наши убывают он смотрите уже этого осталось половина а был был такой же длинный вот уже сколько скормлена сена да еще предыдущие видео показывала вам укрытие стога сказала про сено что она плохо хранится очень недовольна и очень расстроенная печально этим событием а как раз все из-за этой покрывашки на второй год использования она вообще не работает даже не потому что она порвалась как здесь видно все такая протертая стала но и все это покрытие перестала выполнять свои функции вот здесь какая-то защитная была непромокаемая ну не знаю как правильно назвать пленка нанесена вот если смотреть на это это первый год первую зиму а вот так уже два и вот она нам испортила большое количество сена все вот это на выброс в следующем году такое мы делать вообще не будем покрывать лучше не покрывать чем столько портить но вот здесь если смотреть вот это начало не покрытая да вроде как темненькая а дальше смотреть все хорошо и чисто нигде ни одной плеснинки нет все на закладывали хорошие а получили вот такой говняный результат так что ребята может кому и пригодится из вас такая информация что если пленка вот так вот себя протерлась лучше и вообще не накрывать мы на этом уже обожглись я вообще шла к коровам но слышу как у меня тут май разговаривает мы пойдемте зайдем к нему под навесиком станка его сена хранится это уже второй рулон он доедает за то время пока стоит дома завтракал уже с утра ты где мой друг разговариваешь лежишь мы уезжали в город ну что ты в кучу то прям тыкаешься уезжали в город на доставку продукции заказанную говядину возили и не было нас дома два дня до ну да получается два дня одну ночь ночевали в городе а ты без нас скучал до включал майоныш мой пока еще мы можем уезжать на два дня накормили побольше через день он мой тут весь сарай забомбил и поехали а так это обычно одним днем обходимся но многие люди не могут принять продукцию на неделе в рабочее время ну так скажем с утра могут или выходные да и то многих обзванивала все выходные заняты у всех свои планы на отдых поэтому получается что мы можем только в будние дни чего-то нам корячишься и фактически вечернее время когда люди приходят с работы но и получается в то время когда мы приезжаем и заканчиваем там работа уже оказывается 9 а то и 10 часов ехать сюда до деревни три часа по темноте по ночи уже опять не хочется поздно и неудобно ну вот бэк встал ну не знаю конечно он не пойдет никуда куда ему идти я его сейчас ничем не кормлю просто так зашла ну смотрите ребята он не худой хорошенький кругленький бучок да майоныш мой только ножка у нас такая же кругленькая и пухленькая да друг ну пройди немножко ко мне все жалеют быка пишут и сочувствуют ему мне тоже очень жалко но по ходу я не то чтобы вас готовлю к такому исходу а наверно больше сама готовлюсь не спрашивайте под каждым видео что с ним и как он я и так многое часто показываю ничего и не как улучшение никаких нет чувствует он себя хорошо есть пил здоровый мне кажется даже поправляется но на него не встает май но хоть огнили прыгни ну в общем около него можно стоять сколько угодно долго да а хочется дойти еще еда туда до коров чтобы вам показать как коровки кушают работа в хозяйстве непочатый край не успеваем делать одно как тут же начинается другое ноябрь всегда такой сложный период сейчас еще телят отделять надо от коров будет но это в самом самом конце еще одно мероприятие нам нужно всю группу блондинок прогнать через этот станок и сделать им глистогонку будем колоть глистогонные препараты но и заодно взвесим мы им уже сделали пастбище отгородили их кусок где они будут находиться вот за теми кустами электропастухом паилка там есть и сгоним их туда как только сделаем потому что здесь очень ну в общем то очень некомфортно смотрите какие у нас теперь заморозились глыбы да если мы вчера утопали в жиже то сейчас с трактором и коровы копытами все это ой 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 вот я иду сама как на костылях и коровы сейчас будут ходить так же вся территория помягче только тогда когда выпадет снег и более-менее ее сравняет кукла куда тебя понесло кукла идешь хоть по тропинке да 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 куда пошла то вот коровки все едят единицы уже уходят пить потому что сено требует воды и пить ее у нас естественно только теперь из шариковых из шаровых поилок один шарик там снят как раз для того чтобы научились пить все кто не умеет они умеют и телята и вот эти молодые тёлки нетили ну тут смотрю почти все наши коровы они уже повыгоняли всю молодежь и заняли места почему-то у некоторых кормушек очень плотненько хотя с той стороны еще тоже здесь пять а там четыре фидера стоит у быков свой и в общем то по местам им должно хватать потому что в каждой кормушке может стать 16 штук ну вот они вот так все ходят бродят друг друга толкают и еще и выбирают где лучше ну вот здесь точно одни блондиночки стоят кушают даже какое-то свободное место есть ну там корова явно пошла пить вот вчера кормушку позавчера кормушку переставляли они не успели здесь раздолбить землю видите вокруг все гладенько а там уже а там уже конечно все истоптано издолблено а вот так кукла про которую я говорила которая попалась мне на пути тоже сейчас пьет и очень интересно животные делают мои взрослые коровы если сейчас успею подойти вам покажу еще и ромашка идет теперь им нужно преодолевать новое пространство у коров легкой жизни нет в нашей то одно то другое они скот привычный все это проходят каждый год и не жалуются вот смотрите вот в этой части один шарик снят а вот эта кукла вот порожей которая пьет с поилки именно опустив шарик и большинство животных особенно взрослые коровы приходят и пьют именно через шарик вот не просто голову опускают дырку просто этой коровы сейчас выбора нет если бы она пришла одна она тоже пила бы так я не знаю по какой причине но вот если хотят пить то пьют через шарик а когда ребята я первый раз показывала эту поилку ну и это еще наверное в тиктоке было дело мне писали вообще это издевательство над животными вы там поставили какие-то шары преграды им припоны ставите они ничего не поймут не разберутся и не умеют в общем чего только не писали и не говорили тем не менее мне практика показала что поилка очень хороша мороз она не нырнет даже если иногда в очень сильные морозы примерзают шарики то отколотить их стукнув по шару не так и сложно коровки отпили воду ползут и она наполняется заново вот это пуля пришла тоже пьет отсюда ну точно здесь еще не замерзла не растаяла вам конечно к этой поилке подойти мучение мучение но ничего немножко потерпим о как вы быстро наелись уже и прибегаете пить вот здесь вот здесь вот так отгорожено тоже электропастухом проволочки натянуты и с этой стороны это потому что два загона вот там одна территория загона а вот здесь другая каждая со своим выходом но при этом они объединены и коровы могут ходить как хотят вот ромашка попила и кукла попила и пошли в тот загон у них там наверное телята а эти поилки все у нас законсервированы они уже были разок законсервированы но мы их открыли заново потому что было очень тепло лил дождь и смысла держать закрытыми их не было ой вот хожу даже рука замерзла телефон держать ну в общем смотрю все хорошо все кушают за время нашего отсутствия ничего не произошло мамки не кричат значит телятки все на месте у них и вот коровы уже делают себе и здесь тропинки по которым им более удобно будет ходить то что у них было и то что мы все таки пожертвовав еще небольшим кусочком пастбища переставили кормушки и вот они сейчас на таком ровном гладком поле стоят но оно уже не пастбище все трава уже здесь вытоптана выдолблена их копытцами рада а рада куда ты так рванула резко вот мадонна ее это наверное сразу можно узнать просили показать зефирку как он вырос вон дебина сейчас помашь шагами вон калинка вот эта рыжая а вот с ней зефирка рядышком стоит зефирчик зефирчик покажись покажись малышек вот сено плетает сено растет смотрите как он уже большой стал этот зефирка пойдет с мамкой и будет жить в сарае потому как он еще видите что она делает это не потому что она гуляет нет это ей так надо было выгнать телят от кормушки рогами еще не научилась пользоваться? все коровки боятся детей вот они уже поели и пошли отдыхать по кустам Макс не иди за ней а то он вот так и будет от тебя бежать эта калинка кормит свою зефирку он тоже сено поел и пошел на прогулку пить молочко пошел да? сколько? сколько теленочек будет пить молочко еще? как думаешь? надолго? всю зиму он маленький будет до семи месяцев пить молочко мамина сколько ему сейчас есть? ой ну не знаю сколько ему сейчас наверное четыре уже еще три месяца да еще три месяца пить ну пойдемте поближе других коровок поглядим я хочу холоту погладить ну больше мы кормить его не будем все он будет сам день зимой все пугливые все? все пугливые наверное все детей боятся румбы румбы тут нету похоже румбы наверно в других кустах ну вот может быть может быть можно погладить вот ригу двадцать вторую вот она тоже со своим сынком стоит девяносто девятый номер это? это да ты только подходи тихо ничего не говори ну как бы иди руку протягивай и пытайся гладить ее да давай рига 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 дети хотят вас погладить что это такое? ну это ее сынок бык да ну а кто здесь? тоже быком будет тоже быком будет это не даст она на руку похожа похожа но это мельведи это нет это это Мадонна вот там ну пойдем к Мадонне сходим а ее можно погладить? а ее можно погладить? можно наверное если сегодня она в настроении а так ты ее можно всегда поймать? да я могу всегда а другие не всегда зуб выпал зуб выпал как у тебя да? покажи-ка свои зубики то ой какой красавчик мальчик у меня уже глаза два нету нет Мадоннышка Мадонна не вылупай глаза ты что детей не видела за десять лет ни разу? она тебя нюхает нюхает а меня понюхает ну ты подойди сюда с лица то к ней вот сюда с морды не сзади вот иди 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 не бойся Мадоннушка да никаких вкусняшек мы не носим потому что никакие вкусняшки они у нас не едят ничего они не хотят у нас только Пума ест сушки да Пума то ест сушки она любит всякие пищи так вы научили ее сушечки плюшечки что-нибудь маленькое такое маленькое козы что мы ей сегодня заходим ну что как думаешь есть у нее там теленочек то в животе? да по животу видно по животу видно? да это она сено столько налупилась реально? с утра накормили а сейчас уже обед вот они 4 часа беспрестанно ели теперь отдыхать пошли классно а Мадонна такая Калинка тоже дочка этой Мадонна да? нет нет Калинка ее ну как сестра можно сказать Мадонна такая непугливая какая хорошая Мадонна хорошая у нас да чего то ее дочечки тут не вижу видите какая у нас Мадоннушка у нас вроде бы только что тут стояла это не она стояла это другой теленочек стоял у Мадонны поменьше а стояла эта вот эта примина ну кзади так не подходите еще легнет вот стоит прима помнишь такую коровку с пятнышком на морде? у нее один маленький а второй большое такое пятно я не думаю что она будет стоять да а вот ее дочка она самая большущая телочка потому что она родилась в середине марта ну где-то в двадцатых числах марта и конечно уже так быстро откормилась все тут у вас валежник уже вся территория превращена в валежник все переломали а так это все палки они сломали? они сломали деревья да все их погрызли поели пока были пока были не засушены ну помахай помахай ну пойдем поищем румбу вот в других кустах нашли румбу румба 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 дети подождите я ее остановлю она сейчас вас вспомнит румба румба когда-то на тебе даже катались а сейчас ты не хочешь общаться что это такое? румба 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 самая озорница это румба у нас нет наверное не помнит сейчас придет подожди румба выросла и не хочешь общаться с детьми а кстати можно пообщаться с ее дочкой где? где? ну надо найти румба 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 пусть ломают пусть ломают они еще и попить потом нет это кто? Роза? Роза не даст это молодая телка ну и все обидимся мы на вас и уйдем и стоите здесь одни да? где румба где-то на румбу походят а где-то румбин теленок вот наверное ее стоит 119 дай капюсон дай капюсон дай капюсон дай капюсон дай капюсон я уже ушли ну вот посмотрели мы коров с внуками одет там уже булочек у нас напек только что звонил сказал все готово идите и вот прошло с утреннего кормления ну сколько получается пять даже шесть на на часов и вот рулончик сена почти уничтожен идите толстопузики ну-ка посмотрим как у этой кормушки кубышка кого ты потеряла сыночка ну-ка дай подойду вот здесь такая же история все как я выражаюсь до бортов о пока ходили смотрели калинка уже прибежала снова со своим зефиркой быстренько как бегают быстренько как бегают десерчик вот такой у нас да это ягодка а это какой-то теленок а ты явин сто первый тебя еще и маленько даже сосы кормила помню а кто здесь девочки рыбочка ты рыбка рыбка смотрите какие все волосатенькие видите как обросли как яки к зиме подготовились так что не переживайте что им холодно шубки у нас у всех хорошие скот скот не мерзнет зимой даже в 30 градусов главное чтобы был корм а заморозить их сложно ну кто придет покажется мне о какой-то тут палочный рулон какие-то палки все торчат вижу телят хвосты как у бобров приплюснутые ну вот там в загоне еще блондинки тоже едят не ушли даже никто из них на поле не вышел ну на ночь хватит там еще пять кормушек если даже они такие то вот они еще только-только перестают есть и начинают жвачку жевать ну и мы пошли из булки вкусные сейчас покажу пойдем с нами ну что у печки тепленько? с компотом может хоть что ли? туда ну что тут нам дедушка приготовил? мои любимые булки твои любимые булки? да по заказу мальчишкам булок но это еще не все тебе Олег предстоит еще замес я наварила легкое сердце сейчас это все перекручу и будет начинка сливера ты уже ставишь? да? ну ставь я сейчас начинку наверчу ну что всем приятного? спасибо а руки-то помыли хоть кто-нибудь? а то всех румпы всех там искали трогали при Мадонну ах краснощеки сидят ну теперь может всем пока это все привет-привет всем пока всем пока всем уже всем уже